Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы мастеров, художников, скульпторов и описание этих работ. Агюст Роден. Орфей и Евредика. 1893 год. Мрамор. 127 на 76. Вдохнув в европейскую скульптуру новую жизнь и приблизив ее к человеку, Агюст Роден сравнялся с классическими мастерами. Его творчество возвращает к восприятию скульптуры, которая была, пожалуй, только у древних греков. Сюжет этой работы мастер взял из античной мифологии. Согласно легенде, Орфей, тоскуя по своей умершей жене, нимфе Евредике, спустился за ней в ад. Его музыка так тронула Парсифону, владычество царства мертвых, что та разрешила увезти Евредику, но с одним условием – не оглядываться на нее по дороге. Орфей же не удержался, он оглянулся на любимую и потерял ее. У Родена Орфей закрывает рукой глаза, чтобы ненароком не взглянуть на ту, без которой так и страдал, и видно, каких усилий ему это стоит. Лицо Евредике – это лицо человека, исторгнутого из мир живых. Слабыми руками она пытается обнять возлюбленного супруга и следует за ним. Тема связи мужчины и женщины, столь частая у Родена и обычно трактуемая им с эротическим подтекстом, здесь приобретает иное звучание – любви, не тел, а душ. Ну, такое описание к работе Орфея Евредика, 1893 год, мрамор, автор Агюст Роден. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok